3 февраля 2016 года мы находимся в центре Братиславы в книжном магазине Панторей и говорим с нашим другом, соратником, единомышленником Николаем Стариковым о том, что происходит в связи с его лекциями, в связи с его публичными выступлениями в Праге и в Братиславе. Николай, какие у Вас впечатления? Впечатления самые теплые. Мне было очень приятно, что, несмотря на практически полное отсутствие рекламы, реклама у меня на сайте, информация от принимающей стороны, никакого радио, никакого телевидения, никаких газет, естественно, в Праге собрался очень большой зал, это примерно 380 человек. Что касается Братиславы, то здесь вышла моя книга на словацком языке и была абсолютно полноценная презентация. Я думаю, что было человек 120-130, если учесть, что Словакия это очень небольшая страна, по размеру, наверное, чуть больше Санкт-Петербурга, вся страна, но это очень-очень даже большое количество людей, которые собираются. Это первое, что хотелось бы отметить. Второе, большой интерес со стороны Чехов и Словак. Приходят не только наши соотечественники, которые живут в Чехии и в Словакии, приходят сами граждане тех государств, у которых очень большой интерес к тому, что происходит в России, как она себя чувствует, если так можно сказать, что планируют и какой русский взгляд на то, что сегодня происходит. Какие вопросы вам запомнились вот из этих двух встреч в Праге и Братиславе? Вы знаете, выяснилось, что местные жители очень хорошо осведомлены во всем том, что происходит в этой российской политике. Ну, например, в Праге один из Чехов задает вопрос, связанный с Казарковским. И не просто короткий, а долгий такой полномасштабный вопрос, подразумевающие знания, кто это, за что он сидел в тюрьме, заслуженный. Может быть, они вместе сидели? Ну, думаю, что нет. То есть такое погружение в тему существует. Это первое. Второе, что меня приятно удивило, люди интересуются вопросами российской внутренней политики, в том числе были вопросы партийного строительства, про партию Великой Отечественной. Николай, вот есть идея, которой я начинаю заниматься вот все более глубоко, и успех ваших выступлений, здесь сейчас мы идем на еще одно выступление, организованное уже нашим порталом. Он начнется через час здесь, в Братиславе. И тоже будет успешно. Вот вдохновляет на такую мысль. А почему, если таков интерес к русской мысли, вот к русским мыслителям, вас здесь называют очень лестно по-разному, человеком Путина, кремлевским пропагандистом, вот, вражеские СМИ, но при этом не забывают писать, что вы мыслитель. Вот это пишется на первом месте. Так вот, идея такая, почему не сделать системой появления русских мыслителей здесь, в Европе, и такие публичные выступления. Вот, как бы вы отнеслись к этой идее? Она, на мой взгляд, идея очень здравая, потому что позицию России нужно в хорошем смысле продвигать. Она должна звучать не там, где-то, в Москве, и отголоски у нее должны доходить до европейцев. Она должна озвучиваться здесь. В данном случае русский взгляд на происходящее в мире, на то, как должно быть, с чем мы согласны, с чем мы не согласны. Потому что информационную войну против нас ведут постоянно, ее никто не прекратит. Какими бы теплыми или холодными ни были отношениями между Западом и Россией. Поэтому, конечно, приезд сюда наших мыслителей, писателей, публицистов, людей, которые могут быть интересны Чеховым и Словакиям, это очень важно. И не только Чеховым и Словакиям. Европа большая. И я думаю, что в нашей еще большей России есть люди, которых, может быть, точечно знают больше в Германии или Франции из-за каких-то особенностей их действий, деятельности. Кого-то знают в Чехии и Словакии. Кого-то, может быть, знают в других государствах. То есть здесь нужна некая такая протекционистская работа для того, чтобы вот эту точку зрения доводить до западного читателя. Потому что дальше, если происходит событие, а приезд интересного человека это всегда событие, когда собирается много людей, его невозможно игнорировать. Приходят журналисты, расположенные так, так сказать, комплиментарно к тому, кто приехал, по взгляду. Вот так и противник идеологический. И они не могут не написать. Одни что-то доброе пишут, кто-то начинает ругать. В итоге интерес со стороны публики, он только увеличивается. И внимание к событию, оно проецируется. Вот это слово «событие» ключевое в моем понимании, потому что ваше появление стало событием, хотя вы здесь не первый раз, и это тоже были события, но были в другом контексте. Вот сейчас это событие, и я хочу подчеркнуть, что никаких американских, немецких, французских, испанских мыслителей здесь близко не стояло, и они здесь не появятся в силу разных причин, хотя, наверное, они тоже есть. Правильно ли я помню, что вы член изборского клуба? Да, я член изборского клуба, и в рамках изборского клуба есть много интересных людей, которые, я думаю, могли бы приехать. Вот я бы хотел, да, хотел бы вот завершить нашу, нашу такую промо-беседу, вот, нашу полезную беседу на эту тему, вот такой мыслью. Попробовать заинтересовать ваших коллег из изборского клуба с одной стороны, попробовать заинтересовать коллег из СМИ с другой стороны, которые бы информационно поддержали это начинание, потому что интерес к России растет геометрически и связан с тем, что ситуация Европы делается все более безысходной в глазах европейцев, и они ищут в России выход, спасение, что угодно. И вот в этой ситуации, я думаю, что представители русской мысли, вот, как вы очень точно заметили и правильно, с поддержкой СМИ, которую мы тоже здесь наблюдаем, мы ее не организовали, она спонтанно вот возникла, поддержка СМИ чешских и словацких, вот, она тоже будет очень полезна. Спасибо большое, вот, мы опубликуем это и будем развивать эту идею.